В Москве проходит международная конная выставка Эквирос. В рамках мастер-классов европейские инструкторы представили новую для России спортивную дисциплину – драйвинг. Но при близком знакомстве выяснилось, что это новое, лишь хорошо забытое старое. Репортаж Александры Казаковой. Учить русских, как управлять лошадью, сидя на телеге, приехал немец. В рамках выставки Эквирос в Сокольниках представлена новая дисциплина конного спорта – драйвинг. В России ей занимаются единицы, а вот в Восточной Европе езда в повозке очень популярна. На трибунах профессиональные всадники. Михаэль Рандау объясняет, как это, не управляя лошадью, корпусом и ногами, добиться послушания. Вы сидите в повозке, не на лошади. И вы от лошади далеко. У вас нет непосредственного контакта с лошадью. Вы управляете только при помощи поводьев. Вот почему профессионалы, спортсмены, когда садятся в повозку, очень пугаются. Ведь главное правило безопасности, которому учат спортсменов с самого начала – не подходить к лошади сзади. Поэтому на мастер-классе, сажая желающих вспомнить, как водить национальный вид транспорта, тренер сначала объяснял – лошадь копытом не ударит, здесь все безопасно. Так могут ездить даже дети и старики. По крайней мере, у каждого, кто брался за вожжи, получалось. Мы забыли вообще все традиции упряжной езды. Люди не помнят ни того, как называется, части упряжей, ни того, что буквально еще 50 лет назад это был массовый вид транспорта. Сейчас очень сложно экипировку достать, очень сложно какую-то информацию получить. В этом году на Эквиросе мало лошадей. Упор выставки на товары для конного спорта. Детей порадует небольшой загон для пони. От самых крупных, уэльских, до совсем игрушечных ополузов. Всех можно потрогать и угостить морковкой. Остальные – ахалтыкинцы, дончаки и терцы – ютятся на улице за выставочным павильоном. Их привозят сюда только для шоу-программ, которые начинаются ежедневно в 19.30. В воскресенье вечером посетителей Эквироса ждет кубок Мира Шаэль для чистокровных лошадей ахалтыкинской породы. Александра Казакова, Алексей Карпухин, Вести Москва.